День льва отметили в Новосибирском зоопарке. Сейчас здесь живут два представителя этого вида хищников. Кульминацией праздника стала трапеза льва Сэма. Наблюдать за ней могли все посетители. Чем угощали царя зверей и зачем ему нужен разгрузочный день, узнали наши корреспонденты. Обычно по воскресеньям лев Сэм голодает. Так его приближают к условиям дикой природы. Ведь там поймать добычу у льва получается не всегда. На этих выходных разгрузочный день Сэма устроили в субботу. А в воскресенье, в день льва за обедом новосибирского царя зверей, наблюдали несколько сотен гостей зоопарка. Мы сегодня гуляем с детьми. Они у нас сегодня участвовали в конкурсе. Их, в первую очередь, мы пришли посмотреть на льва. Расскажи, какой лев? Просто огромный. Есть такое большое мясо. И когтями он эти коробки открыл. Я люблю львов так-то. И у меня мама вообще по гороскопу, ну, лев. И тетя тоже. День льва, мне кажется, очень здорово придумали. Мне кажется, каждый знает, они короли природы. И как раз недавно вышел «Король лев». Фильм я смотрела вчера, вот, недавно. И сегодня мы приехали сюда. Гости праздника не только наблюдали за Сэмом. Для них приготовили викторины, конкурсы, квесты и мастер-классы. Научили делать объемные открытки и мастерить оригами. Посмотрели большой такой лев, что новые вольеры строятся для зоопарка, для львов конкретно. Это радует. Вспоминая, какой раньше был зоопарк маленький, и какой сейчас у нас красивый большой зоопарк. Что с зверем очень много места, клетки большие такие, хорошие. Это радует. Всю свою жизнь 10 лет Сэм живет в Новосибирском зоопарке. По львиному летоисчислению он в самом расцвете сил. А потому очень активный. Любит бегать по вольеру и играть со своими игрушками. Если, конечно, не очень жарко. В теплую погоду Сэм предпочитает нежиться на солнышке. Анна Братушкина, Екатерина Макаркина и Дмитрий Кант. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.